МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ21+, программа новости. Меня зовут Ольга Володина, и мы начинаем. В Мурманске появится белорусский мультимодальный порт. О подготовке к реализации совместного проекта с Мурманской областью объявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с российским коллегом Михаилом Мишустиным. Во время встречи представители стран подписали пакет важных документов по многим линиям сотрудничества. Соглашения призваны укрепить и поддержать экономику обоих государств. Белорусскому порту в Мурманске быть. Россия и Белоруссия начали подготовку совместного крупного проекта. Новый мультимодальный порт позволит транспортировать белорусские грузы через российский север, минуя закрытые за санкции европейские порты. О подготовке к реализации проекта Михаилу Мишустину сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на переговорах в Москве. Интенсивно взаимодействуем в транспортно-логистической сфере. Проделана значительная работа по созданию новой логистики с использованием транспортной инфраструктуры Российской Федерации. Выстроены схемы доставки продукции с использованием российских портов северо-западного региона. Задействуем маршруты международного коридора север-юг. Как и договаривались, начата подготовка к реализации проекта строительства мультимодального порта в Мурманской области. Напомним, идея строительства мультимодального порта для перевалки белорусских грузов – это результат эффективного сотрудничества Мурманской области и Республики Беларусь. В мае 2023 года в нашем регионе работала делегация из Белоруссии во главе с премьер-министром Романом Головченко. Представители двух стран изучили возможности строительства порта, площадки для размещения портового терминала на западном берегу Кольского залива. Ранее во время визита в Менск глава Мурманской области Андрей Чибис предложил Белоруссии использовать мощностью Мурманска, когда страны Балтии закрыли свои порты для белорусских грузов. Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества. У нас в 2023 году опять очередной рекорд установлен. Рекордные показатели взаимного товарооборота – это 4 триллиона 200 миллиардов российских рублей или почти 150 миллиардов белорусских рублей. Что же касается объема перевалки белорусских грузов через российские порты, сейчас то он составляет около 20 миллионов тонн. Это и калийные удобрения, и нефтепродукты, техника. Реализация крупного проекта белорусского мультимодального порта в Мурманске позволит не только укрепить добрососедские отношения России и Белоруссии в транспортно-логистической и экономической сферах, но и обещает стать для региона и всей страны новой точкой экономического роста. К слову, партнерство с Мурманской областью интересует и представителей дальнего зарубежья. С рабочим визитом Кольское Заполярье посетил генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге. Кумар Гаурав назвал наш регион ключевым для сотрудничества Южноазиатской Республики и Российской Федерации в Арктике. Встреча с заместителем губернатора Ольгой Вовк и региональных министров с представителем Индии прошла в Центре управления регионом. Зарубежного дипломата познакомили с социально-экономическим положением, культурным и туристическим потенциалом Заполярья. Это первый визит господина Гаурава в наш регион. Вы знаете, что Индия и Россия имеют превосходные отношения, которые мы называем специальным и привилегированным партнерством. Я имею в виду, что у Индии нет таких отношений больше ни с одной стороной мира. Россия определенно очень важный партнер для нас, и я надеюсь, что этот визит только укрепит наши отношения. В Кировске задержали двух наркозакладчиц. Девушки 2000 года рождения купили и собирались продать около 400 граммов наркотических веществ. Сделку они совершили с анонимным продавцом, с которым связывались через интернет-мессенджер. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленниц удалось задержать. Сотрудники ФСБ производят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Следственным отделом Управления ФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Кировска по признакам состава преступления, предусмотренную частью 3 ст. 30, частью 5 ст. 228 Прим. 1 Уголовного кодекса РФ, В Мурманске ловили пьяных водителей. Сотрудники автоинспекции отправились в рейд по улицам города. Обращали особое внимание на состояние автомобилей и их владельцев. Вместе с ними на дежурство вышли наши корреспонденты. С приказа быть вежливыми и соблюдать права горожан начинается профилактический рейд сотрудников ГИБДД. Полицейские отправляются на дороги города. Проверять будут не только наличие документов, но и состояние водителей. Они создадут специальные остановочные коридоры, которые будут огорожены конусом и проверят массового водителя на признаки опьянения не только алкогольному, а также наркотического и психотропного. В этот раз зоной повышенного внимания стало Нижнеростинское шоссе. В районе отворотки на улице Александра Невского инспекторы организовали пост. Того, кто пытался схитрить и повернуть раньше, тоже ждал сюрприз. Полицейские признаются, что со временем начинаешь чувствовать нарушителя. Нетрезвых или водителей без прав определяют с первого взгляда. Есть определенные признаки. Даже если банка пива, все равно остается запах. Плюс покраснение лица, то есть щеки. Человек начинает метаться. То есть, когда ты ему задаешь определенный вопрос, то есть, выпивали, вы сегодня как себя чувствуете. Он начинает метаться, волноваться. То есть, по поведению человека можно увидеть то, что человек волнуется, и тогда его уже досматривают, нюхают, проверяют. Через несколько часов автоинспекторы отправляются в патруль по улицам. Проходит совсем немного времени, и на глаза им попадается подозрительный автомобиль. Справа останавливаемся. На заднем сиденье девушка, которая возвращалась с праздника. Именно она обратила на себя внимание инспекторов. Сам водитель трезвый. С документами у него тоже все в порядке. Пока полицейские заканчивают формальности, приходят сообщения, что другой патруль задержал мужчину без прав. Вдобавок ко всему, от северянина сильно пахнет алкоголем. Поднесу вам, начинайте дышать, прибор зафиксирует. Дуйте, пожалуйста. Дуйте, 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 дуйте. Хорош? Все. Идет анализ. 0,608. Установлено состояние алкогольного опьянения. По словам инспекторов, у автолюбителей это уже не первое подобное нарушение. Однако сам мужчина виновным себя не считает. На эту тему можно долго разговаривать, если честно. Сел, не сел, приехал, не приехал, привезли, не привезли. Давайте дождемся результатов всего этого дела. А ваша версия тогда какая? У меня версии нет никаких. Документы на мужчину сотрудники передали в суд. За нарушение ему грозит серьезный штраф, обязательные работы или временное задержание. Всего за время проведения операции «нетрезвый водитель» мурманские автоинспекторы зафиксировали 4 случая вождения в нетрезвом виде. Два выезда на встречную полосу и 6 нарушений, связанных с проездом на красный свет. Данил Скуратов, Владислав Хрущев, ТВ27+. Если на автомобильных дорогах водители иногда позволяют себе халатное отношение к правилам и технике безопасности, чем ставят под угрозу жизни и здоровье окружающих, то для пилотов такое поведение недопустимо. Четкое соблюдение инструкции, отточенности, выверенность действий – залог успешного выполнения боевой задачи. Летчики Северного флота на истребителях МиГ-29 в очередной раз отрабатывали действия в условиях ограниченной видимости и сложных метеоусловий. Наведение, захват цели и тактический пуск управляемых ракет. Основные элементы подготовки летчиков-истребителей – воздушный бой на высоте 10 километров или низковысотная схватка в густых облаках – требуют от пилота предельной концентрации выучки. А за полярным летчикам приходится еще сложнее, ведь погодные условия Севера крайне изменчивы. Часто приходится полагаться только на чутье и приборы. Наведение осуществляется с земли. То есть у нас есть руководитель, который осуществляет это наведение. А сам самолет позволяет авионика обнаружить издалека. То есть мы, в принципе, осуществляем, ну, знаем, где кто находится. Экипажи отработали элементы боевого маневрирования, а также простой и сложный пилотаж на различных высотах. В полетах принимали участие летчики, которые недавно пополнили ряды Северного флота. Кирилл Герпиняк, ТВ21+. Благодаря нацпроекту образования в нашей стране продолжают появляться новые детские сады и школы. Развиваются кванториумы и точки роста в сельских районах. Поставляется современное оборудование и средства обучения. Не остаются в стороне и работники образования. В рамках проекта флагманное образование президентской платформы «Россия – страна возможностей» предоставляются возможности и сервисы для профессионального развития и карьерного роста. Достаточно подать заявку на участие в проекте. Подробности в сюжете. По всей России идет заявочная кампания на участие в проекте флагманное образование президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Цель – создание условий формирования кадрового резерва для системы образования страны. Поддержка и выявление талантливых управленцев, мотивированных педагогов, предоставление возможностей карьерного и профессионального развития, вовлечение студентов в педагогические профессии. Флагманское образование уже зарекомендовало себя как флагманский проект в сфере образования. И последний сезон, и вот предстоящий сезон направлен на выявление лучших управленцев страны и попадание в федеральный педагогический кадровый резерв страны. Цель – это выявить лучших из лучших и помочь в сфере образования лучшими кадрами. Участники проекта получают возможность заявить о себе, проверить свои знания, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации. Участники конкурса видят эту траекторию, эту живую возможность. А с другой стороны, система образования получает возможность увидеть тех заинтересованных специалистов из каждой точки нашей страны, кто готов работать на благосистеме образования. Стать участником флагманов образования могут педагоги, управленцы в сфере образования, студенты высших и средних специальных учебных заведений всех направлений обучения старше 18 лет. Ограничений нет. К участию приглашаются как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Участие бесплатное. Открытые лекции, профтестирование, экскурсии по учебным корпусам, мастер-классы и встречи со студентами. В Мурманском арктическом университете прошел День открытых дверей, первый в 2024 году. О том, что вуз готов предложить молодым людям в следующем учебном году, узнала наша съемочная группа. Мурманский арктический университет распахнул свои двери для абитуриентов и их родителей. Преподаватели институтов и факультетов рассказали об особенностях поступления в МАУ, самых востребованных специальностях, новых образовательных программах, льготах, стипендиях и внеучебной деятельности. Приемная кампания – это всегда отдельная история, очень важная в судьбе выпускников девятых и одиннадцатых классов. И, конечно, всем не терпится узнать, будут ли какие-то изменения, новации. Специалисты приемной комиссии объяснили, как подать документы, не пропустить зачисления, увеличить число баллов при поступлении, рекомендации по сдаче госэкзаменов. Оценка в школе и оценка в университете, она очень отличается. В школе оценивается, скажем так, способность ученика действовать по определенной траектории. В университете же, наоборот, не занимаются проработкой траектории, ты должен выполнить ее сам. Каждый ученик учится в своем темпе, в удобном ему обстановке, ритме и так далее. Также у абитуриентов была возможность пройтись по кафедрам университета, посетить спортзал и студенческий офис, осмотреть общежитие. В день открытых дверей в МАУ северяне смогли пообщаться с теми, кто уже не первый год получает высшее образование. Первые дни в университете были довольно-таки интересные. Сперва вот так все новое, смена обстановки. Не описать словами ощущения, как будто заканчиваешь школу, это место, в которое доходило 11 лет. Представить только, 11 лет ходить в одно и то же место. А здесь перед тобой огромный простор, целый город. Здесь как-то полегче именно отношение преподавателей к тебе. Никто на тебя не давит, не пугает экзаменами, например. То бишь ходишь-ходишь, не ходишь, ну, твои проблемы. Мурманский арктический университет в новом учебном году готов принять в своих институтах и колледжах свыше 3000 студентов. Бюджетных мест выделено 1628. Учебу в УЗИ также продолжат десятки студентов, поступающих в магистратуру и аспирантуру. Выпускники 9-х и 11-х классов могут выбрать подходящую из 200 образовательных программ специальность и учиться в одном из 17 институтов, факультетов, колледжей и филиалов. Юрий Монаков, Александр Пескова, Станислав Евглевский, ТВ21+. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru, на нашем ютуб-канале и в социальных сетях ТВ21, в Одноклассниках и ВКонтакте. Телефон редакции 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидромедцентра, сегодня в Кандалакше минус 1, плюс 1 без осадков. В Умбе переменная облачность до плюс 1. В полярных зорях около нуля градусов. Осадков не ожидается. В Апатитах переменная облачность минус 1, плюс 1. В Кировске до минус 3, без осадков. В Кавдоре возможен мокрый снег минус 1, плюс 2. В Манчегорске до минус 2, осадки. В Лавузере мокрый снег, около 2 градусов ниже нуля. В Оленигорске также возможны осадки до минус 3. В Никеле мокрый снег, около 2 градусов со знаком минус. В Заполярном осадки до минус 3. В Североморске также возможен мокрый снег, около 2 градусов ниже нуля. В столице Заполярья возможны осадки минус 1, минус 3. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин